Девушки отдыхают 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 Нет, как нам уйти, если вы были «мы»? Нет. Что «не»? Как это «мы»? Ну, вы были «мы», правильно? Как это «мы»? Вы же были Литовская, Латвийская, Советская, Социалистическая Республика, правильно? Нет. Как «нет»? Как это «мы»? Ну, скажите мне, кем была ваша страна в 1961 году? Название вашей страны. В 1961? Да. Ну, так мы были под оккупацией в СССР. Какое название вашего государства было в 1961 году? Литовская СССР. Правильно. Так. Литовская СССР. Какие деньги у вас были? Рубли. Правильно. Какой флаг у вас был? Ну, какой-то литовский ***. Не, литовский какой-то у вас не был. У вас был флаг красный с серпом и молотом? Нет. Да. Общий, основной флаг был красный с серпом и молотом. И там белый… Там полоски, да. Полоски были, как в вашей отдельной республике, на красном фоне с серпом и молотом. Да. Да. Ну, как в ГУЛАГе, да. Там какие-то… Да какой ГУЛАГ? Вы о чем, родной? Ну, окститесь. Вы с Литвы, правильно? Ну, да. Я литовский с Литвы. Я все знаю. Да, да, да. Понятно. Я говорю по оккупантскому языку, потому что я родился еще в 1979 году. Вы понимаете, что оккупация не предрасполагает присоединение территории к себе? То есть, если оккупирован, то ты оккупирован, ты будешь просто, вот знаете, как… не присоединен. Вас присоединили. Вы добровольно вошли. Нас оккупировали. Половину народа выслали в Сибирь, потом убили половину. И, как и вас, убили Берия, Сталина, и, короче, сделали с СССР. Ничего себе. Вас и материться научили. Слушай, а почему вы к России плохо относитесь? Если вас оккупировал Сталин, почему вы к грузинам плохо не относитесь? И к Берии. Вот. А почему вы плохо относитесь к грузинам? Не, мы не плохо относимся, не дай бог вы что. А что вы там сейчас лезете в Грузию? Как лезете? Грузины, наоборот, вот большей частью они ждут, что приедут и будут… туристы приедут. Да. А что там лезете? Куда? А что лезете в Украину? Куда лезет? Ну, подожди, подожди, слушай, ты литовец, ты вообще что-то тормозишь. Слушай, во-первых, ты сидишь под флагом Ямайки. Непонятно. Сейчас в Украину. А, на Украине сейчас Россия проводит спецоперацию, судя по всему, как они говорят. Власти. Да. Знаешь, когда Россия будет свободной? Что в твоем понимании свобода? Ну, я тебе скажу, и тогда, когда ты будешь умирать, помнишь мои слова. Серьезно? Почему я буду умирать и тебя вспоминать? Ты думаешь, ты светлое пятно в моей жизни, чтобы я о тебе вспоминал? Знаешь, хочешь, что я тебе скажу? Ты хотя бы назови, чтобы я хоть по имени вспоминал. Не поймешь моё имя. Пойму. Меня Александр зовут. Скажи на русский лад какой-нибудь. Скажи там. Арвидас. Александр? А? Я Гетрюс. Как? Гетрюс. 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 Видишь, нормально. Что ты говоришь, я не пойму? Россия будет свободной, знаешь, когда вы вынесете Ленина, выкинете и подождете с бензином. Слушай, что вам Ленин мешает жить? Вам не стыдно? За кого? Что у вас лежит Ленин. Мне за вас стыдно. Тебе не стыдно, что у вас лежит какая-то чучела, и вы там можете какого-то убить? Слушай, ты можешь пойти, кстати. Ты можешь, кстати. Подожди. 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 И насильник, и людоеды эти сидят, и вы ничего не можете сделать. Но когда началась эта война, блин, мы думали все равно. Сейчас русский точно выйдет на улицу и скажет, что за... Гетросс, Гетросс, сделай мне доброе дело одно. Подожди. Давай вот... И вы не вышли. Подожди. Сделай доброе дело мне. Да. Гетросс, подожди. Подожди. Не прерывай меня. Я не ухожу. Подожди. Сделай мне доброе дело. Не матерись, пожалуйста. Хорошо? Ну, одолжение сделай. Я не люблю. У меня уши вянут начинают. Ты материшься. Ты мат используешь. Да. Потому что мы так вышли, и когда бы не вышли, ничего не сделали. Ага. Мы понимаем, что вы в ГУЛАГе живете. Вы ничего не можете сделать. Ты знаешь, Гетросс, я тебе честно скажу. Мы поняли, что у вас сидит убийца, воры в Кремле. Они что хочет. И сейчас вот всех уже, знаешь, как говорит на вашего Путина, дурак. Вообще дурак сидит. Гетросс, слушай меня сюда. Я думаю россиянам. Послушай меня. Дурак. Столько людей, чтобы все поняли. Столько людей должно умереть, чтобы все поняли. Русских, украинцев. Боже, как это страшно. Хорошо. Ты помолчи, да я тоже скажу. Я хочу диалог вести. Давай как цивильные люди из Советского Союза. Смотри сюда. Смотри, Гетросс. Смотри, Гетросс. Ну я еще более цивильный, чем ты. Ну ладно, это забудем пока. Да. Так вот, Гетросс, смотри сюда. Я тебе просто по тезисам разложу. Во-первых, так же лежит лидер Китая Мао Цзэдун в Мавзолее. Лидер Вьетнама Хо Ши Мин лежит в Мавзолее. Кроме Ленина. Коммунистическая власть бандитская. Кстати, Китай коммунистическая власть бандит. Китай коммунистическая власть бандит. Это то же самое, как у вас. Правильно, во Вьетнаме тоже. Так вот. Вам не стыдно? И вам не стыдно? Подожди. Что у вас лежит бандит. Вот вы литовцы, вы такие интересные люди. А что? Вам не смешно? Гетросс. Вам не стыдно? Подожди. Что у вас лежит бандит. Блин. Это смешно. Гетросс, не оскорбляй. Подожди. Не оскорбляй. Будь европейцем. Смотри сюда. Ты в Литве, да? Ты говоришь, вы смотрели и ждали, когда русские выйдут. И когда они вышли, у вас такое мнение сложилось. Ты знаешь, я тебе скажу такую вещь. Русским на твое мнение наплевать вообще. Как будто тебя нет. Вот абсолютно. Вот плевать. И вас нет. И вас нет. Вот, да. Вот плевать. Такой народу тоже нет. Мы рабы. Вот на тебя плевать. Вы ничего даже не можете. Вы даже слова не можете сказать. Серьезно? Серьезно? Конечно. Мы можем, а вы не можете. А что ты сказал последний раз? Слушай, ты какой-то, слушай, мне кажется, ты украинец. Мы можем, а вы не можете. А ты знаешь, чем вообще раб от свободного человека отличается? Что вы не можете ничего сказать? Вот вы рабы. Я тебе сейчас скажу. Раб отличается от свободного человека тем, что свободный человек никогда не говорит, что он свободен и что он не раб. Ты и они постоянно повторяете, мы не рабы, а вы рабы, а вы не свободны, а мы свободны. Свободный человек, свободный человек, свободный человек никогда не хвастается, что он свободен, потому что для него это нормально. Это как вот солнце светит. Или, а я сегодня утром покушал. Понимаешь, это вот этим хвастаться. Вот свободному человеку я свободный человек. Теперь я тебе скажу то, что я тебе не договорил, почему я сказал я немножко более чем ты. Я живу в Соединенных Штатах. Понял, да? Это по поводу рабов. Я живу в Соединенных Штатах. Я родом не из России. Я родом из Таджикистана. Я родом из Таджикистана. Так вот, живя при Советском Союзе... И Патах, и Патник. Гетрос. Живя в Советском Союзе, я никогда не считал себя оккупированным. Это только вот люди считали себя оккупированными. Я себя оккупированным не считал. Понял? Я себя не считал. Это раз. Второе. Что ты можешь знать о Советском Союзе, если ты родился в 79-м году? Чуть-чуть знаю, но... Ни хрена ты не знаешь. Тебе было 12 лет, когда Советский Союз развалился. Тебе было 10 лет, когда... Да. Тебе было 11 лет, когда Литва отсоединилась от Советского Союза. Ты ничего не знаешь. Да. Ты еще под стол пешком ходил. У тебя даже... Не под стол. У тебя даже сейчас... Вот сейчас, да? У нас... Подожди, подожди. Я тебе расскажу, если интересно тебе. Давай, давай. Было 15 лет, мы с отцом ходили тогда в митинги все. И я помню, когда танки ездили по Вильнюсу и убивали людей. У нас был... Какой первый месяц по-русскому? Подожди. Январь. Январь. Какой? Вот. И дженури 13-го было. У нас убили 13-14 литовцев. У нас очень много людей... Ну, убило... Ну, повредило. Убило много литовцев. Я помню этот день, когда танки ездили по Вильнюсу и когда мы воевали за свою свободу. Это было где-то месяц, два месяца. Это продолжалось. Тогда Горбачев там... Там танки ездили. И ругайся. Да. Это было очень впечатлительно для 12-летнего мальчика. Ну и что ты хочешь, чтобы я тебя пожалел, что ли? Ну, можешь уплать на плечо, поплакать. Это очень впечатлительно. А когда я поехал в Америку, знаешь, по пути света, знаешь, что я сказал? Если Россия была бы Американцами, все бы были Американцами. И жалко того, что мы не умеем говорить по этому языку. Мы знаем эти все комедии, все фильмы. Мы выросли на этих мультиках. И все равно мы понимаем, что это гула. И все равно такая черная неблагодарность, да? Человек должен иметь свободу. А не то, что они сейчас имеют эти бедные русские. Какая у тебя свобода, скажи мне? Какая у тебя свобода? Свобода поехать в Европе где-то работать? Какая у тебя свобода, скажи мне? У нас зарплаты хорошие. У нас все нормально. Зачем ты мне врешь? Мы живем в Европе. Зачем ты мне врешь? У нас нет русского афинга этого. Зачем ты мне врешь? Я в Штатах. Не ври мне. О чем ты говоришь? У тебя прерывается звук. У тебя прерывается звук. Что-то сделай со звуком со своим. У тебя подвисает звук. Поправить телефон могу. Вот, нормально стало. Так вот, смотри. Какую ты свободу говоришь? Может, ты мне объяснишь, что такое европейские ценности или западные ценности? Объясни мне, а то я не знаю. Я могу тебе объяснять. Давай. Это чтобы каждый 4 или 5 год ты выбирал другое правительство. Это и есть демократия. Другое. Именно другое. Да. Скажи мне, пожалуйста, почему тогда Меркель была 16 лет у власти? Это нет идеально, но это лучшее в земле еще люди не задумали. Это выборы. Ну, Меркель выбирали 16 лет. Она была у власти. Четыре раза. Дура. Прикольно. Слушай... Вы выбирали эту дуру, нахуй, потому что она была подружка Путина. Слушай, а Даля у вас была? Я опять же... А Грибовская? Да, да, да. А у нас была. Сколько раз? Сколько раз она была? Ну, два каденции по пять лет. О, а почему она так долго была? Вы же сказали, каждые четыре года пять лет надо менять. Почему Даля так долго? По пять лет можно? Нет, ты сказал, каждые четыре-пять лет мы можем менять. Ты мне сам сказал, мы можем менять. Правительство. Правительство. И президент. Ага. Ну, у нас не президентское государство, у нас правительское. Ага. Президент ничего не знает. Кто у вас сейчас президент? Сейчас у нас на усе это президент, но президент ничего не значит. У нас правительство это самое основное. Гражданин какого государства? Литовского? Какого? Серьезно? Больше никакого государства нету? Ну, конечно. Ты уверен? Конечно. Ну, а с чем ты говоришь? Ну и ладно. Мне почему-то казалось. Я вот опять же, я вас путаю у всех. У кого президент, гражданин Соединенных Штатов или гражданка? Нет. Ну, ты сам знаешь. Ты сам сидишь, если соединешь штат, то сам знаешь, что Соединенные Штаты это работа. Нет. Ты мне скажи, в какой из республик ваших прибалтов президентом является гражданин Соединенный или гражданка Соединенных Штатов? В какой из ваших республик? Никакой не знаю даже. Ну, вот видишь, ты не знаешь. Ну, ты потом Google набери, посмотри. Я не помню уже. Вы там вместе. Никакой у нас в стране президент ничего даже не знает. Вот, например... У нас есть российское государство, парламент. Я понял. Я рад за вас. Что не значит? Это только репрезентационный человек. А зачем он? Ну, чтобы был президент, не знаю. Зачем? Репрезентация. Но все решения принимает парламент. Это 141 человек, которые в парламенте. Да. Вот эти партии все там борются, знаешь, каждые 4 года. А президент каждые 5 года. Да, да, да. Интересно. Ну, вот кто-то из ваших лидеров, я не знаю кто, опять же не хочу оскорбить, но является гражданином Соединенных Штатов. У нас был 10-15 лет назад Адамкус такой, который жил в Америке. Он был тот человек, который убежал из российской оккупации и в Америку. Он вернулся потом в Литву. Литовец, конечно, он был граждан Америки. Он был президентом 5 лет или сколько, не помню. Ну, это нормально. Как нормально? Ты знаешь, что в Соединенных Штатах ты не можешь быть гражданином, президентом, если ты не родился в Соединенных Штатах? А тем более, ты знаешь, я тебе такую вещь скажу. Я тебе такую вещь скажу, кощунственную, может быть, для вас. Ну, так, чтобы вы знали. Вы же не знаете это дело. Когда ты получаешь гражданство Соединенных Штатов, когда ты натурализируешься в Соединенных Штатах, получаешь гражданство, ты даешь присягу Соединенным Штатам Америки. То есть, ты в этой присяге, ты вычеркиваешь все свое прошлое. Опять же, не вычеркиваешь, а ты присягаешь на верность Соединенным Штатам, что Соединенные Штаты это превыше всего. Кто бы там потом еще не был, интересы Соединенных Штатов для тебя превыше всего. Я сейчас конкретно не помню присягу, но примерно она к этому сводится. Так вот, теперь скажи мне, пожалуйста, если вы выбрали президента, который является гражданином Соединенных Штатов, то он, по идее, получив паспорт гражданина Соединенных Штатов, отрекся от вас, а вы его выбрали президентом. Ну, это такое дело. Вон в этой, как ее, в Молдавии тоже президент. — Слушай, ты говоришь про Америку, что-то охуящее неинтересно. Мне только интересно поехать, посмотреть, как живет люди, в Легуленд пошли, в Орландо поехать, в Диснейленд поехать, в Ямайку поехать и все. Неинтересно. — Ты уже староватый для Диснейленда или Легуленда. — Я не про Америку сейчас говорю, я про вас говорю, хороняки. — Не-не-не, так у нас говорю, я Адамкус был, например, его жена сегодня умерла, девяносто шесть лет старушке было, она тоже убежала из Литвы, она родилась в Литве, и убежала, знаешь откуда убежала, из красного юга этого, вашего русского. Так вот, они убежали с Валдосом, Адамкусом. Они жили в Америке, потом вернулись в Литву. — Ты понял, что я тебе сказал, ты русский язык еще помнишь хорошо? Ты понял, что я тебе сказал? Когда получаешь гражданство Соединенных Штатов, ты отказываешься от всего остального. Для тебя теперь Соединенные Штаты превыше всего, ты даешь присягу. Как вы могли выбрать президентом человека, для которого Соединенные Штаты превыше всего? Объясни мне. — Соединенные Штаты — это демократия, а Россия — это ГУЛАГ. — Ладно, Гетрис. — А ты живешь в Америке? — Я гражданин Соединенных Штатов. — А че ты там живешь? — Слушай, меня обычно украинцы это спрашивают. Как че я здесь живу? — Я приезжаю в Россию, че ты там живешь? — Я не из России, я из Таджикистана. — Ну? — Ну? — А Таджикистан — это Россия или не Россия? — Да, конечно, Россия. — Да. — Может быть, Россия. — Кадры... — Ты вообще тормоз, ты вообще тормоз. — Вот про вас не зря анекдоты идут. Вот, кстати, вы далеко от Эстонии. — Не, ну ты точно тормоз, слушай. — Прикольный блюд. — А там ты говоришь, ты понимаешь, это Аджикистан. Ну и что ты, Аджикистан? Ну и что ты? Ну что ты? Плов делаешь? Пловый? Рис, рис там... — Аджикистан — это отдельное государство родное. Отдельное государство. Это не Россия. Это отдельное государство... — Ну будет под Россией. А сейчас под Китаем, я как понял. — Там всегда все. Вы под кем, скажи мне? — А ты таджик или русский? — Я? Я еврей. — Да. — Ну так ты русский. — Ну и пусть будет русский, какая разница. — Ну ты не таджик, ну так что ты говоришь? — Если считать... — Ты не таджик, блядь, ну так ты что? Ты не ощущаешь, что это Аджикистан, блядь. Ты его п***ь, Аджикистан. — Я же тебе сказал, не ругайся. — Ты знаешь что? — Не ругайся. — Ты не знаешь сам, кто ты такой, Александр. — А ты кто? — Ты русский, блядь. — Ты сидишь, у тебя непонятно как... — Ты батник, ты батник. — Ты сидишь... — У меня друг такой, я из Израиля, слушай, Гинтерас такой. Мой друг, вот, детство, Гинтерас из Израиля, блядь. Он друг детства. Он уехал в Израиля двенадцать, четырнадцать лет, а мы тусовались, ты не представляешь. Он вернулся в тридцать лет в Литву. Я на него смотрю, блядь. Говорю... Катана... Блин, конечно. Говорю... Как жена твоя? Говорю... Много жён. Как? Говорю... А как дети? Он говорит... Много детей, блядь. Как, нахуй? Один в Москве, блядь. Один в Украине, нахуй. Другой там, нахуй. Другой там. Иди ты, нахуй. Говорю... Да. Тебе завидно стало? Не, не завидно. Я понял, что он несчастный человек. Несчастный человек. У тебя сколько жён? Вот одна жена, два детей. Ну и да. Дай им Бог здоровья. А у тебя сколько? У меня одна жена, украинка, прикинь. Украинка. И трое детей. О, трое. А ты ватник? Пусть буду ватник. Как хочешь. Как хочешь. Как это страшно, да? Слушай, если я ватник, то ты шпротник. Как это страшно, да? Да не бойся. Я не приду за тобой, не бойся. А ты... Я струну бомбить эти ватники, воды? Эти коммунисты? Я тебе же сказал сколько раз. Не матерись. Ты вот какой-то тормоз. Слушай, ты зачем мат выучил русский? У тебя в армии... Нет, ты в армии не был советской. А как ты научился русскому мату? Кто тебя научил? Папа? Да. Я еще под оккупацией жил, говорил себе... И что, тебя пинали и материли, что ли? Нет, так у меня русские, которые знали, как эти матерились. Не, мне интересно. Когда ты жил под оккупацией, вот ты вот бедный ходил, такой литовец, да? Тебя все пинали и материли, да? Нет, знаешь, как было? Вот я тебе честно скажу. Мы пошли во второй класс в школу. Да. И мы тогда смеялись, потому что нам не надо было учить русский язык, потому что мы его знали. Вот, видишь? Ну, во второй класс, сколько лет? Восемь-семь лет ребенку. И мы уже ходили, мы узнали уже русский язык, да? Вот, я уже уверен. А русский язык, там матерится, есть русский язык? Я даже уверен, что твой папа был коммунистом, потому что они были самые предатели вот в этих вот регионах, которые отошли от Советского Союза. Все предатели были коммунистами, да, в основном? Нет. Не был, да? Нет, нет. Ну, значит, блин, кандидат был в коммунисты, да? Нет, нет, нет. Да? Мой дедушка вообще был, мой дедушка вообще был, был, не знаю, как сказать по-русскому. Лесные братья. Он не лесной братья был, но он был этот… СС? В армии литовской он был, ну, с погонами этот вот, с униформой был. С какой? СС? Не СС, но с литовской униформой же. Когда это было? Ну, так Литва же была независимо от 18-го до 45-го года. А, окей, понятно. Не обманывай не до 45-го. Зачем ты меня обманываешь? Ты даже историю свою не знаешь. Как? В сороковом году Литва вступила в Советского Союза. В сороковом. Сорок. Один ноль. Сорок. В сороковом вы вступили, а потом вас оккупировали. Там были ультиматы. Она оккупировала, пришла, убивала, ездила, как будто было все. А потом, короче, зашли немцы. Потом опять русские. Вот так вот. Вот так вот все было. Да? Это страшно было. То есть вас имели все, кому не лень. И немцы имели, и русские имели. Вас все имели. И мы сейчас думаем, может, немцы лучше было бы. Блин, это просто что-то, блин. Я с себя просто прикалываюсь. Блазета не видели. И ты говоришь, и ты говоришь о какой-то свободе. А сейчас было. А тогда во всем. И ты говоришь о какой-то свободе. Ты мне только что сейчас говоришь, какой хозяин лучше. И ты мне говоришь о какой-то свободе. Ты серьезно? Ладно, Гетрос. Давай, я пойду, наверное. Давай, удачи тебе. Счастья семье, детям. Давай, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты свободный оставался. Давай в Америке. Давай, давай, давай. Это просто что-то. Это что было? Вот это что было? Я вот всю дорогу держался, чтобы, знаете, не вырубиться просто по полной. Он же на серьезных щах об этом всем говорит. Он свободный. Гетрос, блин. Вот интересно, Гетрос, от какого? Не буду. Чтобы никого не обидеть. Давайте. Удачи. Всего доброго. Сударь, а правда ваш барин две тысячи лет живет? Точно сказать не могу, леди. Но знаю лишь одно, что за те двести лет, которые я ему служу, он ничуть не изменился. Тя, Степан, помог ты им, а? Но грех смеяться над убогими. Ну, посмотри на них. Подневольные же люди. Одно рыбой питаются. И поют так жалостно. Это масло и были в ноябре! Вот так вот и за тебя делается! Теперь овторжу он возле борета устр Акули, соной хорошо. Продолжение следует...